Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра MadRunner на Xbox Series S. Весит игра 2,2 гигабайта. Давайте запустим и посмотрим на саму игру. Игра работает при разрешении Full HD и 60 кадров в секунду. Сразу же хочу полагреть своего подписчика Лучок за предоставление аккаунта с данной игрой. Так, нажимаем А. Это у нас симулятор езды на внедорожниках по грязи. Ну, любителям помесить глину игра понравится. Настройки. Яркость, контраст, чувствительность камеры, уровень звука, музыка в игре, центр камеры на грузовике, вибрация из геймпада, управление для левшей и инвертировать ось игры камеры. Все, что здесь можно настроить, какую-то графику выставить или еще что-то там нельзя, к сожалению. Управление. Тут, в принципе, ничего сложного нет. В самой игре будут показаны подсказки, что куда нажимать и тому подобное. Ну и давайте одиночная игра. Да. Давай фура, да. Начать испытание фура. Поехали. Добро пожаловать. Поехали. Так, ручник уберем. Поехали. Передачи у нас, по идее, должны автоматически переключаться. Для начала необходимо подобрать полуприцеп, используя функцию канцер-карта местности, чтобы его найти. Понятно, мы на КамАЗе. Даже это, скорее всего, не КамАЗ, а больше похож на МАЗ. Графика очень хорошая. 60 кадров в секунду. Да, деревья мыльные, где-то вдали будет мыльно, но сама машина, сам трансфер будет очень хорошо детализирован и будет очень даже неплохо выглядеть. Водитель сидит. Так, давай карта местности. Ух, сколько мне ехать. Так, я правильно выехал. И все, поехали, поехали. Даже он как бы показывает, куда ехать, в какую сторону. Даже посмотри, кстати, седло, так называемое, куда цепляется прицеп. Сзади вы его видите. Оно как-то шевелится, блин. Прикольно, это прикольно. Вибрация такая, ты посмотри, как колеса ходят, аж прям ходуном все. Вот бы ты реально на настоящем грузовике. Так, ну сейчас начнется самое интересное. Так, почему-то пониженную передачу не могу ее включить. Функции. Так, заглушить, пересесть, прикрепить ребятку. Да, это понятно. Ладно, поехали. Поехали. Передняя-задняя камера. Переключаться. Это опять то же самое. На правый стик коробку передач переключать. То есть можно на переднюю, можно на заднюю. Можно вид поменять на левый стик. Кому удобно, можно посмотреть. Так, давай мы автоматически поставим. Нет, я хотел автоматически поставить. Все, отлично. Он будет сам переключать. Кому интересно, правый стик нажимаешь и переключаешь. Ручник, видишь, все показано, классно. Там детализация. Конечно, хотелось бы получше, но игра довольно-таки уже старая. Есть наподобие такой игры в подписке, называется SnowRunner. Кому интересно, можете в нее поиграть. Там графика чуть получше, да и игра поновее. А этой игры, к сожалению, нет в подписке. Ее нужно только покупать. Так, паршют отображается. Ладно, давайте мы приключимся. Видишь, как все грязью налипло. Со временем, когда ты будешь ехать, эта грязь будет отлетать. То есть, здесь физика, вот грязи, физика поведения транспорта и застревания вообще где-либо прикольно выполнена. Очень хорошо. Даже русские номера. Класс, класс. Офигенно выглядит. Даже всякие, знаешь, домики какие-то прикольно. Поехали. Так, разберите, может быть, так, чтобы прицеп был прицеп. Ладно, давай. То есть, нам нужно сюда заехать немножко. Жесть, смотри, просто грязюка летит. Все тачка, все фонари задние грязные становятся. Так, давай-ка мы немножечко попробуем все-таки подъехать. Задние сдаем. Отлично. Так, 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 так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Так, режим функции. Давай пересесть. Что? Перейти на другой элемент. Вот, прикрепить. Отлично. Все, он так как-то четенько встал. Ладно, поехали. Отлично, теперь использую карту местности, чтобы найти следующий пункт назначения. Вы. А, аж сюда ехать, ты представляешь? Резко, кстати, какая-то карта. Так, добавить точку маршрута. Все. Ну, опять же, нужно проехать сюда. Здесь как-то вот так вот проехать. И аж заехать сюда. Ты посмотри, сколько объезжает всего. По дороге можно поехать. Здесь пока закрыт. Это понятно, обучение идет. Дальше, если будете играть, там все будет показано. Также в этой игре есть сетевая игра. Что самое-то интересное? Сетевая игра. Это офигенно. Можно вместе с кем-нибудь поиграть. Доступна также она на ПК. На PlayStation 4. На Xbox One на предыдущем поколении. Также на PlayStation 5 она доступна. На Nintendo Switch. Это классно. Судя, показывает сразу через это. Дистанция 331 метр. Понятно, это напрямую. Нам нужно по каким-то дорогам ехать. Но напрямую ты, к сожалению, не поедешь. Смотри. Класс. Даже вот если посмотреть. Так, подожди, как у нас там камера. Вроде вот так. Да. То есть можно посмотреть, как сзади все выглядит. Тоже грязница. Очень классная игра. Вот любителям такого жанра очень зайдет. Очень. Еще раз повторюсь, любителям помесить глину. Так, давай передачу сразу воткнем, наверное, первую. Вот, чтобы нам в любом случае проехать. Автоматически здесь не получится передача ехать. Она будет очень долго. Вот видишь, поехали по воде. Немножечко грязь убралась. Но моментами все равно остается. Ну да, конечно, грязь здесь какими-то кубиками. По большей части, но все же. Так, ладно, поехали. Карта. Нам нужно сейчас направо выехать. Да, нам нужно направо. Поехали. Очень страшно, что мы по встречке поедем. Это не совсем важно. Мы как бы здесь одни. Так, доп. задания, правильно, не уезжайте на встречную полосу. Правильно, вот говорю же, видишь. Просто-напросто на встречку выехал и сразу же дополнительно. Также показывает в левом нижнем углу урон. Что транспорту, что прицепу. Ну и также топливо. 350 литров. По идее, тут должно быть два бака. Так, все правильно мы заехали. Да, поехали. Вот я думаю, либо вот по этой тропе поехать, либо вон там по-нормальному проехать. Ну, как бы мы не ищем легких путей, так что поехали здесь. Побыстрее будет, да и поинтереснее посмотреть, как у нас тачка справится. Так, первая передача, все, поехали. Сейчас, к тому же, скорее всего, лебедка понадобится. Это, скорее всего, потому что, ну, слегка как грязь. Вода более-менее тоже неплохо выглядит. Прикольно, прикольно. Смотри, как тащится. Вообще класс. Офигенно. Смотри, с пробуксовкой буксует, смотри. Класс. Вообще офигенно. Почему-то здесь дифференциал не блокируется. Вообще странно. Хотя, как бы у нас полноприводная тачка, и задние мосты должны подключаться, и передние. И там кардан он крутит, видишь. Странно, не знаю. Может быть, это просто в обучении так. Потом будет нормально. Ну, чтобы понимали, даже вот расход показывается, когда на первой передаче едешь. Понятное дело, у тебя будет расход больше. Это передача только для того, чтобы что-то тянуть, где-то что-то выехать и проехать. Первую передачу вообще не нужно, нежелательно включать, если ты хочешь расход поменьше сделать. Дома стоят какие-то. Ну, наши, понятно, наши. Просто, например, старости, березки. Класс. Дома разрушенные такие, старые. Так, давай вид от кабины, просто попробуем порулить. Да, конечно, графику бы здесь немножечко подтянуть. Было бы классно. Ну, и вот баги в том моменте, когда ты поворачиваешь руль. Он, видишь, как сквозь руку протаскивает. Ну, ничего страшного. Класс, прям Россия, Россия. Я, скорее всего, сейчас здесь застряну. Блин. Да, раньше игра в подписки была где-то около года, полутора года назад. Так что сейчас ее, к сожалению, нет. Так бы, да, было бы неплохо в нее и по подписке поиграть. Да, и так она стоит не сильно дорого. Можно ее и так купить. О, ты посмотри. Еле, еле, еле. Как едет, ужас. Да, у меня водитель. А ну-ка, водитель вообще нажимает газ? Так. Ну, да, к сожалению, у нас педальки он не нажимает. Не видно их. Так, лебедка. Давай мы куда-нибудь подальше. Вот сюда, наверное, закрепим. Поехали. А как лебедкой работать? А, вот, все, на игре зажимаешь, и он лебедкой тянет. Потому что я бы никак не выехал в любом случае. Тут нереально выехать. И с прицепом. Был бы я без прицепа, потому что контейнер тяжеленный в любом случае. Так. Так, давай. А как отцепить-то ее? Функция. Отцепить прицеп. Лебедка отцепить. Так, ручник поставили, все, поехали. Давай, попробуй выбраться. Так, у нас понижайка, а если первый плюс поставит. Двигатель глохнет, чего? Давай еще разок. А, вот, а можно за столб еще лебедку-то подцепить. Или он подальше куда-нибудь, сюда, прикрепить. Поехали, 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 поехали. Замечательно. То есть я сократил путь, но все так же долго ехал. Лучше бы поехал там. Ну, здесь не важно, конечно. Главное, по грязи поездить. Что такое? Даже, видишь, топливо показывает. Даже уровень топлива показывает. Зелененьким. Ну, прикольно, блин. Офигенно. Я бы еще, конечно, ее на руле поиграл. Будь у меня руль на серии СС. Вот это было бы вообще класс. Так, что у нас там по карте? Нам нужно куда? Ну, вообще, нужно не сюда. Сейчас мы развернемся здесь. Давай мы разворачиваемся. Главное, прицеп не ушатать. Хотя это здесь возможно, скорее всего. Так, давай мы чуть проедем. Нормально, слушай, я проехал. Я думал, между этих столбов вообще нереально будет проехать. Так, едем сюда. Все правильно? Все правильно. Мы здесь поворачиваем. И вот там проезжаем. Потому что туда никак больше не проехать. Это специально сделано. Что побольше маршрута и проехал. Так, давай мы ставим автоматически. И поехали. Сразу третья передача, смотри. Просто поехали. И расход меньше становится. Если газуешь, вон, один литр вообще. Два-три. Прикольно, прикольно. Фибрация классная. Прям ты тачку чувствуешь. И заметьте, здесь у меня нет какой-то задержки в управлении по поводу именно поворота рулевого колеса. Просто-напросто это, как бы, реалистичность. Это же все-таки как-никак симулятор. Класса три. Тачки стоят. Запорожец стоит с каким-то сверху баком, что ли. Еще один, смотри, зилок стоит. Сто тридцатый. Да. Сто тридцатый зилок. Классно, блин. Так, мы почти приехали. Так, нужно будет, скорее всего, здесь переключиться. Давай мы переключимся принудительно. На первую. И поехали. Тут буквально немножечко осталось. Прикольно. Ну, тут задания всякие разнообразные будут. Перевести, доставить от точки до точки, подъехать и тому подобное. Кто будет играть, кто купит игру или у кого есть. Ну, прикольно это, прикольно. Тоже вот УАЗик стоит, видите. Козлик. Просто на роде называемый. Вот, опять Запорожец стоит, видите, синий. Не знаю, можно ли здесь на Запорожцах ездить, но знаю точно, что на УАЗиках здесь ездить можно. Это можно. Так. Чуть-чуть осталось. Вообще чуть-чуть. Так. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. А, тут еще жопой нужно поставить. Серьезно. Ладно. Так. Сейчас доедем. Сейчас. Может быть так можно? Я надеюсь, можно так поставить. функции так двигайте за не ходу чтобы про то есть неправильно нужно поставить я понял хорошо смысле мне нужно передать еще назад ставить а тут вообще интересно сделать не можешь задним ходу просто проспект обязательно заднюю передачу откуп ужас ушатал немножечко запорожец ничего страшного сейчас и развернусь было на прицеп нет так стоп давай переднюю передачу поехали немножечко вперед сейчас мы будем задним ползать это сложно это сложно прицеп большой так 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 стоп задняя передача и поехали так подожди не так нам вот так вот нужно да по чуть-чуть сдаем по чуть-чуть сдаем нужно немножечко вырулить сюда это сложно нужно немножечко в пространстве ориентироваться именно на грузовике тут с прицепом сложно максимально так так стоп передняя передача опять это блин вот особенно в безют его этой можно кстати вот так создать просто так давай заднюю и поехали стоп я не выкрутил колесо так давай немножечко вперед а 100 у нас опять задняя передача как это сложно так сложно блин жизни проще намного так подожди выкручиваем колесо ровно ставим все сдаем назад все потихонечку так подожди очень сложно и вообще не попаду скорее всего ладно давай не спеша не спеша так подожди лучше вот так смотреть немножечко выкручиваем так подожди если мы сделаем так если мы сделаем вот так это мы так сделаем ахо я понял очень сложно очень сложно с прицепом ужас сейчас мы так обратно ставим переднюю передачу мы это сделаем обязательно или нужно просто-напросто ровно встать напротив сейчас мы это все сделаем и братцы блин класс конечно кто хочет эту вибрацию также может включить нанесен это и важно так немножечко еще вперед сюда встанем и вот сюда но просто вибрация она будет обязательно вам передавать знаешь всю сущность игры как бы ты на транспорте на грузовом едешь это прикольно так давай еще немножечко перед сгодим осталось тут чуть-чуть так все колеса вблизи да конечно грязистая квадратника ладно так сюда и вот сюда да все просто даем теперь назад выкручиваем колесо и все задний ход поехали вообще не трогаем ничего хотя нужно будет немножечко тронуть так наверно вот так или наоборот вот так и ровно стараемся сложно очень сложно так и меди 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 главное чтобы не сворачивала стол почти ну слушай получается это получается класс стол да нужно еще регулировать это все болеет и промахнусь да давай 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 сдаем назад рецепт главное вот мы принцем сейчас очень туго он идет назад очень туго но там же не нужно прям ровно ровно сдавать попасть к нгс функция отцепи прицеп нет пересесть прикрепить это серьезно что ли прям так но я как бы почти попал почти попал чуть-чуть буквально чуть-чуть но по идее тогда все задний ход и мы попадаем так давай мы выкручиваем врат на так вот это максимально сложно ужас я не в одной игре такую сложность не испытывал как просто-напросто поставить прицеп назад серьезно еще и застрял это шутка это шутка или что длис секундочку давай-ка мы прикрепить лебедку можно назад куда нибудь давай уже тут просто-напросто застреваешь хотя можно даже сделать можно сейчас отцепить лебедку мы отцепим ее мы опять встаем назад до конца попробуем там кстати просто-напросто вперед поехать и все да так даже проще будет так давай-ка мы ставим переднюю передачу выруливаем руль выруливаем руль выкручиваем руль проезжаем и ставим прицеп да режим функции отцепить прицеп а вот и все и мы доезжаем до финиша ну что ребят как то вот так вот работает игра madrunner на xbox и серии асс в разрешении full hd и 60 кадров в секунду приятного управления классная вибрация и вообще приятный геймплей кому нравится помесить глину а если понравилось данное видео ты можешь подписаться на канал оставить лайк ну и конечно же написать комментарий что ты думаешь о данной игре и xbox и серии асс также ты можешь подписаться на мою группу вконтакте присоединиться к дискорд серверу подписаться на мой инстаграм и ступить мою группу телеграм все ссылочки будут в описании до скорой встречи ребят пока и уже совсем скоро увидимся спасибо спасибо спасибо